Термоядерная угроза миру или уроки северокорейской мифологии, покрытая тайными испытания водородной бомбы, Народно-демократическая республика празднуется слезами на глазах. Сеул пытается пробудить Пхеньян. Достаточно ли громко? Итак, об этих и других темах подробнее. Северная Корея продолжает загадывать загадки на одну и ту же тему. А была ли ракета? После якобы испытания водородной бомбы сегодня Пхеньян объявил, в декабре 2015 года с подводной лодки был осуществлен запуск баллистической ракеты. Центральное телевидение КНДР радостно сообщило об испытании ракеты, подкрепив слова изображением. На кадрах за очередной военно-технической победой наблюдает сам Ким Чен Ын в шляпе. Но в Южной Корее не верят ни в подлинность видео, ни в то, что запуск был успешным. При этом еще в мае в Сеуле заявили, северный сосед в течение двух-трех лет разработает подводную лодку постоянного оперативного действия, которое будет способно нести баллистические ракеты. Прилагались доказательства фотографии запуска КНДР подводной баллистической ракеты. 6 января Пхеньян объявил об успешных испытаниях водородной бомбы и продолжает на этом настаивать. Ревнуя к успешному испытанию нашей первой водородной бомбы, США и их последователи подталкивают ситуацию к войне, заявляя, что возобновляют психологическое вещание и разворачивают стратегические бомбардировщики. А народ КНДР массово радуется на площади Ки-Мэр-Сена. Народу сказали танцевать в честь водородной бомбы. Они танцуют слаженно, четко, причем весь день, радостный раз со слезами на глазах. Испытание водородной бомбы – историческое событие, которое демонстрирует достоинство и могущество нашей страны. Я хотела бы выразить мою глубокую благодарность нашей партии. Спасибо за наше будущее, за будущее нации. Ки-Мэр-Сену, Ким-Чен-Иру, Ким-Чен-Ину. В стране, где хлеба не хватает на всех, грандиозный фейерверк и пропаганда, жертвами которой этих людей считают в Сеуле и не только там. В Южной Корее сказали, не верим и не только искренней радости на улицах северокорейских городов. Бомба была, но не водородная, а атомная. То есть испытание было, но не то. В любом случае, Пхеньян решили наказать. Помимо всемирного осуждения и возмущения, предприняты конкретные меры борьбы с пропагандистскими выходками северокорейского лидера. Южане ударили пропагандой по пропаганде. На границе установили громкоговорители и теперь в КНДР могут слышать разоблачительные речи по поводу режима Чучхе. Кроме того, в Южной Корее проходят антисеверокорейские акции. Северная Корея пытается обновить свой ядерный потенциал, а это означает, угрозы для нашей страны возрастают. Власти Южной Кореи снова закрыли доступ для туристов к достопримечательностям рядом с демилитаризованной зоной на границе с КНДР. Эвакуируются и сотрудники южнокорейских компаний, работающих в промышленной зоне Кэсон. Это северокорейский город с сотнями южнокорейских предприятий. Промзона находится в 12 километрах от демаркационной линии. И ее создание в начале нулевых считается самым крупным дипломатическим успехом в урегулировании отношений двух Корей. Продолжение следует...